Всем привет! У меня сегодня новое видео. Сегодня я хочу показать вам и рассказать вам, что я купила на Чёрную Пятницу. У меня был небольшой виш-лист, вообще небольшой, три позиции. И я ничего не купила из этих трёх позиций. Купила кое-что другое. Сейчас вам это всё покажу, что было в виш-листе. В виш-листе у меня была первая позиция, это был набор, который я купила вообще на самом деле в прошлом году, как раз на Чёрную Пятницу, на сайте Монсера. Там у них была скидка на 25% на все их продукты, в том числе на их наборы, которые состоят из пяти ароматов. И вы сами можете выбрать, какой аромат в наборе будет. Пять ароматов по 8 мл каждый. Я в прошлом году взяла 4 набора, то есть 20 ароматов. То есть получается очень много ароматов этих у меня было. По-моему, знаете, ну 20 ароматов, а цена у меня была что-то, шутя, я не помню. Возможно 155, возможно 156 евро вот за вот это всё. Да, скорее всего так. Не купила я, потому что не было в этом году. По крайней мере, я проверяла прям вот, получается, вечером, в четверг, ну уже ночью, ночь-пятница не было. Потом в пятницу я смотрела тоже утром, не было. В общем, короче, или вообще не было, или возможно она была только днём, а не сделали. Хотя это странно, потому что я помню, в прошлом году я все покупки делала прям тоже вот поздно уже ночью, и уже была скидка. Вот это я не купила. Потом у меня ещё было два аромата, которые я хотела. Я хотела купить Goddess от Barbary. И хотела купить Devotion от Dolce Cabana. Скидки были, скидки были 25% максимум. 25% это те скидки, которые у нас обычно есть. Даже не нужно никаких там чёрных пятниц, ничего такого. То есть я не купила, потому что я ожидала больше скидки. Я буду смотреть на эти ароматы ещё. Возможно, после Рождества вот эти вот подарочные наборы, рождественские, они будут по скидкам, и я тогда куплю себе. Потому что, ну, рождественские подарочные наборы, это обычно там какой-то определённый орнамент, который потом уже не годится в продажу на следующий год. И никто так не делает, их просто распродают и всё. Вот, вот эти вот три позиции у меня были, я их не купила. Зато купила кое-что другое. Подписывайтесь на меня, а я буду пока показывать вам, рассказывать, что же я купила. Кстати, расскажите мне, что купили вы. Ну, интересно, интересно мне узнать. Сейчас я один аромат, который я купила, хочу вам о нём рассказать поподробнее. Ну, ноты его хочу вам показать тоже. Так, я очень люблю один аромат, который довольно давнишний, конца 90-х. Так, по-моему, где-то года 96-го примерно вышел он. Это Акудиджо от Джорджио Армани. Именно женская версия, такая зелёная бутылочка. У меня есть вот такая вот версия. Это Акудиджо. Это более уже осовремененная версия. Если вы видите бешеное количество отпечатков на этих бутылках, есть, так оно и есть, потому что я намазала руки кремом. У меня, я вам рассказывала 150 миллионов раз, у меня псориаз. Когда у меня его нет, у меня очень сухие руки. Поэтому я пользуюсь вот таким вот кремом от L'Occitane. И здесь у меня 25% ши. Он очень-очень жирный, поэтому я уже, когда сниму это видео, я тогда все бутылки протру и поставлю их на своё место. Но пока это, знаете, отпечатка пальцевый просто магнит. Так вот, классный очень аромат. Мне нравится такой надводянистый, зелёный, цветочный. Очень-очень красивый. Из этой же линейки у меня есть ещё два других аромата. Вот этот мне нравится чуть больше, чем второй. Это Sun Dejoia. Очень-очень классный. Есть у меня ещё Light Dejoia. И зачем же я вам показываю эти флаконы? Потому что я купила ещё один аромат Ocean Dejoia. Я купила 30 миллилитров. Опасалась, что он будет солёный. Зря опасалась, он не солёный. Надо было брать 50. В общем, вот Ocean Dejoia. Очень красивый аромат. И готовьтесь, вы его будете видеть у меня в подборках. Подборки чистоты, чистых ароматов, летних ароматов. Просто идеально. Что в этом аромате у нас? В этом аромате у нас груша. Цитрусы, зелёные ноты, водяной жасмин, соль, ландыш, роза, мускус и сандал. Вот. На самом деле, я здесь не чувствую ни розы, я здесь не чувствую ни соли, к счастью. Потому что я уже себе там надумала, знаете, что там соль, соль. Нет, абсолютно ничего этого нет. Что я чувствую? Когда, вот представьте себе, вы возлежите в ванной, купаетесь, намываетесь. Такая, знаете, горячая прям пара в ванная. Вы делаете себе маску для волос, вы тщательно моете голову, шампунью, там, один-два раза, кто сколько моет. Вот этот запах, когда вы выходите из ванны, от вас пахнет водянисто и шампунисто. Вот этот вот водянисто-шампунистый запах. Но в хорошем смысле этого слова нет ощущения такого, что, знаете, что это шампунь какой-то там детский. Нет, все классно, все интересно, все красиво, очень свежо, очень-очень нежно, очень водянисто и довольно стойко. Мне очень нравится. Короче, этот вот аромат я купила. Что мне дали в подарок? Подарок мне дали вот таких два аромата. Вот такой вот Аквадиджо от Джорджи Армандии, мужской. У моего мужа, кстати, есть этот аромат. Я ему покупала этот аромат, 50 мл, что-то он его не очень как-то любит, знаете. И еще мне дали вот такой вот Майвей Флорал. Расскажите мне, как вам этот Майвей Флорал? Очень бы хотелось узнать ваше мнение об этом аромате. Так, что я еще купила? Еще я купила другие ароматы. Набор. Набор, кстати, был сделан для прошлого года, Рождества прошлого года. И сейчас он был по скидке, поэтому я решила его купить. Это вот такой вот набор от Валентино из трех ароматов. Вот здесь у нас классический Born in Rome Yellow Dream, Born in Rome Coral Fantasy и Born in Rome Классический. И вот так это все открывается. Вот такие вот эти ароматы. Тут 10 мл в каждом аромате. Мне это более чем достаточно, тем более, что мой любимый это вот этот вот, который Yellow Dream. Очень его люблю. Здесь есть розочка такая легкая, симпатичная, не яркая, не грозная. У меня есть все эти ароматы. Вот, пожалуйста, мой аромат Coral Fantasy. Вот мой аромат. Вот он. Вот этот Coral Fantasy. Вот этот вот еще один аромат. Это классика, вот этот вот Born in Rome. И Yellow Dream у меня тоже есть. В общем, мне вполне-вполне хватит вот этих ароматов, что у меня есть. Хочу сказать, что в этом году вышел у них точно такой же набор, по-моему, даже точно такая же коробка, но флаконы вот такие вот стеклянные. Потому что здесь флаконы, они кажутся резиновыми, на самом деле они просто стеклянные в резиновых таких оболочках. Вот, это то, что я купила. И что мне дали в подарок? В подарок мне дали два аромата у Валентина, естественно, тоже. Вот такие вот Born in Rome и один интенсивная версия мужская и интенсивная версия женская. По какой-то причине они решили женскую версию сделать 6 мл, мужскую только 4. Ну, тут, конечно же, и разница во флаконах. Флаконы сами, они сделаны по-разному, но, тем не менее, знаете, сделали бы уже обе тогда по 6. Вот они, мужская, женская версия. В общем, вот, это то, что касается Армании, то, что касается Валентина. Еще я купила один парфюм, он маленький. И я о нем, у меня о нем, кстати, был, была уже довольно давно, по-моему, еще когда апрель, скорее всего, в виде у меня о нем было. Это Ангел, но это не просто Ангел, это Ангел Эликсир. Потому что Ангел у меня есть и не один, и полноразмерной версии. А это 10 мл вот такой вот Эликсир. Он был по скидке, он был на 25% скинут, поэтому я решила его взять. У меня его нет. Если вам не нравится Ангел, вам нравятся белые цветы, я вам советую купить этот аромат. Если для вас Ангел, он очень сладкий, он очень громкий, то попробуйте вот этот. Конечно же, если вы не против белых цветов. Если вы против белых цветов, то этот аромат вам не пойдет, потому что просто, просто одни белые цветы. Я решила взять вот такой, потому что мне его достаточно. Вот хватит вот такой вот небольшой, небольшой версии. Дальше. Купила еще одну вещь, и это набор пробников. Набор пробников от Kylian. Не всем, к сожалению, счастливится жить в больших городах, где есть совершенно прекрасный доступ к парфюмерным магазинам, нишевым, все такое. Я тестировала ароматы Kylian. Я их довольно неплохо знаю, но у меня никогда не было, там, где я живу, никогда не было доступа, прямого, быстрого доступа к ароматам, для того, чтобы их протестировать, купить что-то. Всегда нужно было тестировать, когда я где-то там, куда-то поехала. Так вот, когда на их официальном сайте у них были предложения на черный пятницу, я, естественно, решила эти предложения не пропускать. Сейчас я вам покажу, что я взяла. Я взяла два вот таких вот набора. Один набор у них называется Sellers. Вообще у них там четыре набора, выбрать можно было. Там цветочные, потом, по-моему, белые цветы и вот эти вот два набора. Я взяла один набор Fresh, ароматы Fresh, второй набор это ароматы Sellers. В общем, в Sellers у нас есть Black Phantom, у нас потом есть Straight to Heaven, Sacred Wood, Intoxicated и Angel's Share. Angel's Share, кстати, очень многие люди его, о, это такой аромат, это ничего не спутаешь с этим ароматом, вообще это вот, он самый-самый классный. Но на самом деле это неплохой аромат, я не могу сказать, что просто это самый лучший аромат этого бренда и вообще многих из многих брендов, но довольно, да, довольно неплохой. И ещё один набор, и здесь у нас Fresh, и во Fresh у нас есть Cologne, Moonlight in Heaven, Wodka on the Rocks, здесь у нас потом Roses and Ice и Apple Brandy on the Rocks. Это пять пробников по 1,5, да, тут, скорее всего, в каждом, да, 1,5 мл в каждом. Вот, вот такие вот два набора. Что они давали в подарок? В подарок они давали, во-первых, вы могли выбрать те пробники, которые вам хотелось. Я выбрала, вот, сейчас, секунду, я поставлю, чтобы всё это не упало. Я выбрала вот такие пробники Love, Love Don't Be Shy. Я выбрала вот такой вот пробник Angel Share, и ещё два пробника, мне их кинули вот в такой конвертик, и у меня здесь колонь, и у меня здесь ещё, вот, у меня два, у меня здесь колонь, и это у меня колонь, а второй у меня что-то, кто-то, белым на белым написанным, люди, не видно же, можно все глаза сломать. Так, давай, концентрируйся, что это такое. Wodka on the Rocks, вот. Вот такие вот пробники, и ещё давали в подарок вот такую вот небольшую версию. Её нельзя было выбрать, её вы просто кидали в корзину, и она у вас магически появлялась в конце, перед тем, как сделать чек-аут, и вот такой вот небольшой, 7,5 мл, и это Roses on Ice. Вот. Это и всё. Это и всё, что я купила. Немного, как вы видите, я... Я бы сказал, что я довольна. Я, конечно, не очень довольна тем, что я всё-таки не купила то, что я хотела, но тем, что я купила, я очень довольна. Особенно вот этот набор от Kylian. Могу совершенно спокойно протестировать все ароматы, без спешки, без там, ой, ну, нужно там бежать, нужно... Ну, потому что, когда, знаете, когда в путешествии, я на самом деле в путешествиях люблю путешествовать. По магазинам я, конечно, тоже хожу, но всё-таки это не самая центральная часть моих путешествий. Вот. Поэтому, если, кстати, хотите, чтобы я рассказала свои мысли насчёт ароматов Kylian, теперь-то я могу очень много освежить в памяти. Расскажу, если вам это интересно. Напишите мне внизу. Вот. Так что, вы знаете, я хочу сказать, что немножко я не... Вот теряется как-то вот это вот раньше было, по крайней мере. Я сейчас вам расскажу такое. Значит, по-моему... Слушайте, я не помню. 7, может быть, 8 лет назад, когда ещё... Анастасия Беверли-Хиллз, её ещё не продавали в Финляндии. Я всё, что у меня было от Анастасии, я покупала онлайн на их британском сайте. И, в общем, перед Чёрной Пятницей они огласили, что у них будут наборы на Чёрную Пятницу. Большие наборы я вот сейчас не помню. Скорее всего, это всё-таки было 10 штук. 10 штук их помад, жидкие помады. В двух разных оттенках они были, по-моему, там какие-то такие красно-розовые. И вторые это такие вот бежевые, такие мов. Как раз такие цвета были очень-очень в тренде. И нужно было как-то встать в какое-то очень странное такое время. По-моему, там я себе на 4.30, по-моему, завела будильник утра. Для того, чтобы встать, для того, чтобы потом как-то прийти в себя. Потому что я с утра плохо соображаю, кто я, что я, зачем я вообще живу. Ну, так бывает. Я вообще не утренний человек. Поэтому нужно было как-то вот одуплиться чуть-чуть так. И потом нужно было зайти на сайт, сесть на компьютер, зайти на сайт, ожидать. Нужно было там присваивали, типа, номер. Типа, вы там 600 какой-то человек на сайте, чтобы вот это всё купить. И чувствовалось тогда, знаете, что вот это чёрная пятница, да, на чёрную пятницу скидки. Смотрите, если эти вот помады жидкие, которые вот в наборах были, они тогда они стоили 23 евро штука. Ну, они и сейчас так стоят примерно, но может быть чуть-чуть дороже на пару евро. Они, конечно, сушат губы в куриную попу, вот, но они же трендовые. И, в общем, тогда этот набор из 10 можно было купить за 69 евро. То есть, получается, 6,91 штука всего лишь. Так что, конечно, чувствовалось тогда, вот чёрная пятница, вот какие-то скидки. Это классно, 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 да. А сейчас вот это вот, знаете, постоянные вот эти рассылки. Рассылки начались вообще на самом деле в ноябре ещё. Я не знаю, как вы, на что вы подписаны, какие сайты, но, по крайней мере, на те сайты, на которые я подписана, с ноября началось. Первое ноября у нас чёрный ноябрь. Начинается чёрный ноябрь. Потом вот эта неделя, в которой пятница, вот эта чёрная пятница, да, это вот чёрная неделя. Чёрный понедельник, вторник, да-да-да-да-да, чёрная пятница. Потом вот этот уикенд, который идёт после чёрной пятницы, перед киберпонедельником, это у нас чёрные выходные, чёрный уикенд. Потом у нас, естественно, идёт киберпонедельник, потом кибернеделя. То есть, и вот в это всё время очень-очень много всяких скидок, всяких предложений, всего такого, знаете. И на самом деле, вот почти каждый раз, вот там, что покупай, покупай. Но на самом деле, во-первых, это уже не чувствуется так как-то экстраординарно, когда вот ожидаешь чёрную пятницу, что скидок как таковых особых нет, вот на чёрную пятницу ты ожидаешь, что ты покупаешь на этих скидках. Такого уже нет, скидки, когда приходят на самую чёрную пятницу. Я вам скажу, что скидки там, то, что я смотрела, ну были, но они были 20%, ну 25. Но 20-25% это те скидки, тот процент, который у нас почти, почти постоянно такие скидки есть. То есть, если вот сейчас нет на твой продукт, который ты хочешь, то посмотри в другом магазине, либо посмотри с начала месяца, там какой-то магазин будет делать купон, и эти 20% тебе снимут в любом случае. Ну то есть, как-то вот, знаете, возможно из-за того, что теперь идёт прямо с самого 1 ноября, вот это вот всё, это чёрное, вот это всё, то как-то теряется, теряется вкус вот этого, вот этого всего, всей этой чёрной пятничной мишуры. В общем, расскажите мне, что вы купили, чувствуете ли вы так же, как и я, что вот как-то раньше было лучше, мне кажется, как-то вот. Мне будет очень интересно узнать, что вы купили, рассказывайте, пишите, ощущается ли у вас так же, либо, может быть, там, где вы живёте, там какие-то были классные скидки. Я, конечно, делаю, я понимаю, что всё-таки чёрная пятница – это не европейская тема, это американская тема, там она имеет смысл, а просто в Европе это просто все продавцы, магазины, они просто кинулись на вот эту всю тему, это просто лишний раз, лишний повод для того, чтобы продать, сделать выручку. Ну, это совершенно нормально. Возможно, если вы живёте в Штатах, то там, конечно, у вас были какие-то бешеные скидки. Вот, мне очень хочется узнать об этом тоже. Вот, на этом всё, я желаю вам хорошего дня, я увижусь с вами на следующей неделе. Пока!